Здравствуйте! Это программа события. О том, чем жила Самара сегодня, вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Остаемся зимовать. Коммунальные службы города против снегопада. Реанимация на колесах. Скорая помощь Новокуйбышевска обновила автопарк. Нехороший привкус. Как отличить настоящие продукты от подделки? Зимняя страда. По прогнозам синоптиков, в снежную плену Самара пробудет как минимум до середины недели. За минувшие сутки выпало больше пяти сантиметров осадков. В ночную смену на уборку города вышла новая спецтехника, пылесосы и так называемые лаповые погрузчики. В итоге вывезли больше четырехсот тонн снега. Бессонную ночь вместе с коммунальными службами провела и Лариса Шалафаст. Со снежными заносами новая техника справляется в считанные минуты. Этот лаповый погрузчик в народе прозвали «золотая ручка». Из его железных клешней снег уже не вырвется. Мощная машина в несколько раз эффективнее обычных погрузчиков. В этом году автопарк муниципального предприятия «Благоустройство» пополнили 57 единиц новой спецтехники. Сейчас она в полную силу работает на улицах города. В принципе, набор этой техники позволяет в комплексе содержать качественный город как в летний, так и в зимний период. Насыщение новой техникой как бы идет. И под чемпионат мира, я думаю, что у нас будет полноценный парк коммунальной техники, который способен, так скажем, по европейским стандартам содержать город. Очищать городские улицы активно начинают с наступлением темноты. Днем уборки дорог мешает большой поток машин. В ночную смену убирались больше ста единиц спецтехники. Снег вывозят тоннами. Для этого подготовлены пять полигонов. Чтобы на улицах было не только чисто, но и не скользко, наледь посыпают Бионордом. Уборка улиц продолжается всю ночь, чтобы к началу рабочего дня дороги, тротуары и подходы к подъездам домов были очищены. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События. Ночной снегопад не обеспокоил саморские школы. Напротив, стал отличным поводом проверить, насколько хороши в деле снегоотбрасыватели, которые закупили еще летом. Андрей Троин не удержался и тоже испытал новую технику. Дворник третьей школы Анатолий Тонконогов шутит. Впору загадывать желание. Ведь впервые чистит территорию школы новым снегоотбрасывателем. Техника поступила в учебное заведение города еще летом, в рамках муниципальной программы. И вот, наконец, представился шанс испытать агрегат. Нормально. Мощность побольше, чем у старой. Ну, удобнее, чем было с Насаром. Здесь ручки обогреваются. Новый снегоотбрасыватель еще и экономичнее. Топливо потребляет меньше, а за смену очищает значительно большую площадь. С обслуживанием тоже проблем возникнуть не должно. Техника на гарантии, производитель надежный. Но самое главное, снегоотбрасыватель прост по конструкции и при хорошем уходе прослужит долго. А с управлением справится кто угодно. В управлении эта штука проще, чем кофеварка у вас дома. Кнопка запуска, ручной стартер. Здесь убавляется два рычага и пошла уборочка. На уборку от снега спортивной площадки ушло не больше часа. Расчистка центральной площадки перед входом в школу заняла и того меньше. Мы, конечно, очень довольны тем, что она гораздо мощнее предыдущей скорости. И в эксплуатации очень удобно. И я думаю, что будет очень облегчена нашему дворнику задача с уборкой снега в дальнейшем. Тем более у нас спортивные объекты. Каток мы скоро зальем около школы. Оранжевый агрегат шутяра справляется с последствиями снегопадов. А заодно и детвору порадовал. Школьники с удовольствием приняли снежную ванну. Андрей Трой, Станислав Левин. События. Еще немного, еще чуть-чуть. К концу следующего года в Самаре планируют полностью ликвидировать очередь детские сады. В Красноглинском и Кубческом районах дефицита уже нет. В Самарском и Ленинском железнодорожном он незначительный. Не хватает мест в районах с новостройками. Там много молодых семей с детьми. Об этом рассказал руководитель департамента образования Лилия Галузина на оперативном совещании в администрации. За последние четыре года в Самаре создано более 15,5 тысяч дополнительных мест в детских садах. Помогло перепрофилирование ясельных групп, подсобных помещений в уже существующих учреждениях. Кроме того, несколько зданий вернули в систему образования. До Нового года в Самаре должны открыть еще шесть детских садов. Сейчас в очереди по городу 805 малышей. От трех до семи лет. У нас 722 свободных места есть, но родители на эти места, хотя мы предлагаем им недалеко, но даже в двух-трех остановках не соглашаются, остаются в очереди, ждут места в садике напротив. До конца года нам удастся указ президента выполнить на 100%. Долго запрягают, быстро едут. 15 лет жители мехзавода ждали, когда же в совхозном переулке вместо направления появится дорога. И дождались. Ремонт здесь сделали за одну ночь. С мертвой точки дело сдвинулось после обращения к главе Самары. Радостью от новой дороги жители поделились с Мариной Матвейшиной. Такой ровной и гладкой дорогу не помнят даже старожилы. Жители шутят. Раньше в совхозный переулок выезжали на четырех колесах, а выезжали на трех. Теперь такого поворота событий можно не опасаться. Особенно счастливы пешеходы. О прыжках на дальние дистанции через глубокие лужи можно забыть. Здесь было выше колена воды. Вот как вы представьте, вы идете в туфлях и по колено воды. Как перепрыгнуть через это? За пять лет жители со своей бедой обошли все возможные инстанции. В ответ не услышали даже обещаний. На одной из встреч с главой города рассказали о дороге в совхозном переулке. Буквально на следующий день яму засыпали асфальтовой крошкой. А чуть позже отремонтировали дорогу полностью. Уложили новый асфальт. Сделали хорошую дорогу. Жители очень довольны. Все работы были сделаны в сжатое время. Порядка трех-четырех дней. Сейчас жители волнуются, что дорогу могут разбить снова. По ней часто ездят большегрузом. Потому просят установить на въезде запрещающий для грузовиков знак. Марина Матвеевшина, Григорий Клешаков. События. Встретить по высшему разряду во время игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Самарскую область прибудут порядка шести тысяч туристов. Хватит ли обслуживающего персонала в самарских гостиницах и ресторанах? Об этом сегодня говорили работы дателей и представители вузов. В преддверии Чемпионата образовательные учреждения предложат курсы повышения квалификации тем рабочим, которые сегодня уже трудятся в сфере обслуживания. А для молодых специалистов подготовят новые программы. Предполагается внедрять систему дуального образования. Это когда будущего специалиста готовят под конкретное рабочее место. На самом деле уровень у специалистов разный, но рынок меняется и меняются требования. Мы должны здесь тоже подтягиваться. Какие требования международных стандартов? Как будет уютней, как будет гостеприимней, как будет правильней? Начиная от серьезных вещей, как встретить, проводить, обслужить, заканчивая, например, сувенирные продукции. Это тоже важно. А сейчас коротко о других событиях дня. Сегодня утром с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1Б» производства саммарского РКЦ «Прогресс» с космическим аппаратом нового поколения. Операция прошла в штатном режиме. Это четвертый пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в текущем году с космодрома Плесецк. Почти 300 жилых домов в Новокуйбышевске остались без отопления. Причина – порыв теплотрассы в районе площади Горяченково. Без тепла также остались пять школ, девять детских садов, семь объектов здравоохранения и спортивные учреждения. Работы по устранению аварии ведутся. В протоке «Сухая Самарка» едва не утонуло пассажирское судно «Лель». Оно стояло у причала, когда вода вдруг стала затапливать трюм. Образовался крен на левый борт. Это могло привести к полному затоплению судна через расположенные в трюме иллюминаторы. В этом случае находящиеся в баках топливо попало бы в воду. Прибывшие спасатели с помощью мотопомпы успели откачать воду. В результате судна встала на ровный киль и опасный крен был устранен. С начала зимы в Самаре вступят в силу изменения в схеме движения и парковки транспортных средств. С 1 декабря вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей по улице Фрунзе – от Венцика до Красноармейской. И на участке шестой просеки – от дома 125 до Солнечной. Ограничение парковки на Фрунзе позволит повысить пропускную способность улицы. Ограничение стоянки и остановки автомобилей на шестой просеке необходимо для беспрепятственного проезда коммунальной техники, обслуживающей микрорайон и прилегающей территории. В Самарской областной больнице имени Середавина выходили ребенка, который при рождении весил 490 граммов. Малыш родился в Похвестнево на сроке в 5 месяцев и был перевезен в Самару. Всего в этом году в больнице выходили 140 недоношенных детей. Из них 35 родились с экстремально низкой массой тела – менее килограмма. Неотложка 21 века. Автопарк скорой помощи Новокуйбышевска пополнился новыми современными автомобилями. Эти «Мерседесы» уже не просто средство передвижения, а настоящая реанимация на колесах. Что особенно важно, когда в деле спасения человеческой жизни счет идет на минуты, если не на секунды. «Скорая в помощь» – репортаж Павла Баймакова. До 60 вызовов в сутки, то есть почти по 3 в час, 5 бригад скорой в состоянии постоянной боевой готовности. Именно от них зависит жизнь пациента в первые минуты обращения, а значит оказать помощь необходимо уже на месте, либо по дороге в больницу. Подготовьте пострадавшего, очистите дыхательные пути, наденьте маску. Обновленный аппарат искусственной вентиляции легких. В Новокуйбышевске им оснащены все кареты скорой помощи. Теперь, в отличие от предыдущей модели, он не только помогает дышать пациенту, но и подсказывает фельдшеру, что нужно делать. Маска у нас достает до пациента, который находится, на носилках лежит. Ну или если вдруг необходима госпитализация сидя, так же достанет до сидячего места. Новый автомобиль оснащен кардиографом, дефибриллятором для запуска сердца и аппаратом ингаляционного наркоза. Особенно гордятся медики, недавно приобретенной системой телекардиодиагностики. Аппаратура позволяет передать кардиограмму для консультации в кардиоцентр, в иные стационары, в облачное хранилище, нам сюда, на станцию, для того, чтобы прийти к какому-то мнению. С начала года только в Новокуйбышевске благодаря этой системе удалось спасти десятки человеческих жизней. Это во многом зависело и от условий транспортировки, которые теперь считают на станции на высшем уровне. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Участковый от слова «участие». Сегодня эта служба отвечает профессиональный праздник. Учрежден он был приказом Министерства внутренних дел 13 лет назад. В областной столице трудится больше 300 участковых уполномоченных. И даже в праздник они на посту. Один день из жизни Самарского Анискина в репортаже Ларисы Шалафаст. Участковый. Его служба и опасна, и трудна. Рабочее утро участкового Владимира Самойлова начинается с обхода района. Нина Дмитриевна Военкова встречает полицейского как родного. Не раз обращалась к нему за помощью. Раньше муж баловался спиртным, устраивал дебоши. Служитель закона поговорил по душам. Помогло. Пить муж бросил. Михаил Сергеевич, ты сегодня ко мне приди в опорный пункт, отметишься. Я посмотрю, если у них Дмитриевны больше нет, вроде жалоб пока, да? Может быть, тебя с учетом снимем. Теперь участковый здесь частый гость. К нему уже привык даже домашний кот Сема. Покой в этой семье на контроле. С дочери у нас не лады. Помогает. Он поговорил с ней тогда. Она пришла, плакала. Как ты самой спокойнее вроде поговоришь. Вы свою душу, вы. На страже общественного спокойствия Владимир Самойлов уже шесть лет. В его ведении целый микрорайон. 13 многоэтажек промышленного района Самары. Это порядка шести тысяч человек. Каждый месяц в участковый пункт поступают десятки обращений. Украли телефон, поцарапали машину, вскрыли почтовый ящик, соседи шумят. Естественно, всем помогаем. Если не делаем, значит советом. Если это не наша, например, компетенция, если решение данной проблемы относится не к нашей компетенции, то мы им подсказываем, куда им проще обратиться. Помогаем им оформить весь материал. Профессия участкового уполномоченного не самая легкая, признается Владимир Самойлов. За годы службы случалось разное. Бывало, приходилось и рисковать. Но о выборе профессии ни разу не пожалел. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Еда без вреда. Как купить продукты и не отравиться. Сколько на самарских прилавках фальсификата. С 12 по 19 ноября проходит Всемирная неделя качества, когда эксперты особенно придирчивы к товарам народного потребления. По статистике, нарушения чаще всего находят в молоке, хлебе и мясных продуктах. Так если мясо в колбасе, разузнала Марианна Мирная. Есть ли мясо в колбасе и почему сливочное масло делают из растительных жиров? С начала года Ростельхознадзор провел почти 2000 исследований молочной и мясной продукции. Не соответствует качеству меньше 2%. Не покупать дешевое мясо, которое продается на стихийных рынках. Вот и все. А покупать хотя бы там, где имеется ветеринарный контроль, ветеринарный надзор. Например, если на... Как раньше у нас были колхозные рынки, сейчас торговые центры. Там имеется лаборатория ветеринарно-санитарная экспертиза. Это хотя бы на 99% там проводится лабораторная ветеринарная экспертиза. Многие производители товаров народного потребления идут не просто на хитрости, на обман. На этикетке пишут одно, а в упаковку кладут совершенно другое. Иногда доходит до абсурда. Потребитель у нас один открыл пачку халвы, укусил ее, сломал себе зубы, потому что внутри был инородный предмет. Но опять-таки вопрос до суда не дошел. В итоге, обратившись с простой лишь претензией к изготовителю, вопрос решился. То есть потребителю, во-первых, оплатили полностью лечение всех его зубов, полное восстановление, оплатили сверху компенсацию морального вреда, лишь бы никуда это дальше не ушло. Большинство обманутых потребителей, обнаружив, что молоко прокисло, а белый хлеб из серой муки, в суд идти не спешат. Довольствуются возвратом денег или заменой товара. Затраты на судебные тяжбы считают несопоставимыми цене товара. Хотя зачастую речь идет не только о потерянных деньгах и времени, но и о здоровье, которое не купишь. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Особо ценный мусор. Сколько нужно пластиковых бутылок, чтобы шить свитер? Теперь знают самарские ученики. Больше 300 идей они предложили на конкурс «Школьная экологическая мозаика». Цветы из пластика, песни и стихи о природе и даже модное дефиле. Авторы лучших работ сегодня получили награды. По что превращается мусор, если его правильно использовать, увидела Валерия Макарова. Это контейнер для сбора пластиковой тары. Таких по городу почти 500. Если в него выбросить обычную пластиковую бутылку, она обретет вторую жизнь. Сначала бутылки моют и измельчают. Так получается флекс. Из него после специальной переработки можно сделать внутреннюю обшивку машины, наполнитель для игрушек и не только. Можно еще изготовить из него нитки и из ниток даже сшить одежду. Вот на такой вот свитер уходит примерно, ну скажем, 12-18 бутылок пластиковых. Ни внешне, ни на ощупь свитер из переработанного материала не отличается от обычного и сделан с заботой об окружающей среде. Экологичной модой вдохновились девятиклассницы 24-й школы. В их руках мусор превратился в коллекцию модных нарядов. Вот этот костюм у нас сделан из старой клеенки скатерти и упаковки для цветов. Следующий костюм у нас сделан из целлофана, то есть обычных мусорных пакетов, но мы их так хорошо преобразовали в платье. Их работу жюри отметила на конкурсе «Школьно-экологическая мозаика», одна из задач которого – привлечь внимание молодежи к экологическим проблемам края. Что бы мы ни делали, какие бы мы бюджетные средства ни привлекали, чистили озера, речки, берега, проводили субботники, убирали свалки. Эти все мероприятия будут носить нулевой эффект, если мы не воспитаем наше подрастающее поколение. Участниками конкурса стали ученики почти всех самарских школ. Творческих работ пришло больше трехсот. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Все в своих руках. У мастериц всего мира праздник – День рукоделия, или, как нынче модно стало его называть, День хендмейда. Фонд ЮНЕСКО приравнял это мастерство к мировому культурному наследию. Со временем исчезло множество ремесел, поэтому особенно важно сохранить то, что осталось. В России в этот день проходят выставки рукотворных шедевров. На одной из них побывала наша съемочная группа. Эти куклы способны увлечь всех вне зависимости от возраста, уверена художник Ирина Супрунова. Мастерить маленьких человечков ей нравилось еще в детстве. Вернуться к любимому ремеслу удалось лишь выйдя на пенсию. Пластическая масса и специальные инструменты – так рождается новый член кукольной семьи. В кукольном мире миниатюра кукольная считается, это когда масштаб 1 к 12. Например, рост 15 умножить на 12, ну сколько там получается, 170 сантиметров. Это нормальный человеческий рост. Эта кукла, она немножко больше получилась, и она не вписывается в этот формат, в этот масштаб. Поэтому она у меня как бы нестандартная, но она игровая. Видите, у нее руки-ноги гнутся, она может сидеть, стоять, принимать разные позы. Во Всемирный день рукоделия музеи собирают в своих стенах мастерить. В Самаре местом объединения стала библиотека номер 8. Помимо книги существуют и другие информационные ресурсы и источники. Поэтому сейчас библиотека пользуется всем и пытается донести информацию до всех с помощью всего. Скажем так, но книга в любом случае всегда остается на первом месте. На праздник самарские мастерицы принесли свои картины, вышивки, украшения из бисера и вязаные вещи. В Поволжье рукодельницы занимаются сотни направлений декоративно-прикладного творчества. Валерия Макарова, Мариана Мирная, Константин Головин. События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре боксеры разыграли чайку. Анастасия Павлюченкова проиграла теннисный Кубок Федерации. Самарчанка Анастасия Павлюченкова не смогла принести сборной России победу в финале Кубка Федерации. В личном зачете она встречалась с чешкой, занимающей в мировом рейтинге 11 место. Королена Плишкова выиграла в двух партиях 6-3 и 6-4. Национальная сборная команда также не смогла стать победительницей Кубка Федерации. Матч за первое место с чехами получился напряженным. Первую партию Россия выиграла 6-4, а потом дважды потерпела поражение 3-6, 2-6. У чехов это уже девятый трофей в их истории выступлений в Кубке Федерации. Перворазрядник Владимир Ефимов на соревновательном ринге 3 года за это время не раз становился чемпионом Самары и всей губернии. Сейчас сражается в финале Кубка Стадиона «Чайка». Изменять в своей манере боксирования не намерен. Мощный напор. В принципе, я очень сильно бью. Я думаю, это будет хороший бой. Пятый турнир по боксу собрал в поселке Управленческий, начинающих и мастеровитых бойцов со всей Самарской области. Только столица представила 6 боксерских клубов. Для одних это начало спортивной карьеры, для других – завоевание рейтинговых очков, от которых зависит попадание в сборную 63-го региона. Вот делаем вот этих будущих чемпионов для города. Поэтому, если не будет таких турниров и не будет чемпионов, и первенство города не из чего будет проводить. И мы вот занимаем вот эту нишу, когда подготавливаем для первенства города, для серьезных турниров. Медали разыграли 130 боксеров в разных возрастных категориях. От 7 до 19 лет впервые в этом году прошло два поединка с участием девушек. На девочек приходят посмотреть, но не то, что к сожалению, а просто уровень женского бокса немножко другой, как от парней. Это только мы начинаем. Ну, у них есть стимул, у них есть развитие, поэтому посмотрим. В следующем году Кубок Чайки будет двухэтапным. Победитель определится после двух турниров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самарегис в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин